МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Застройка нового микрорайона в Грандичах и организация еще одной кольцевой дороги. Заместитель председателя Гродненского облсполкома Владимир Дишко поделился планами с журналистами. Сделать покупку, сохранить кассовый чек и получить 5 миллионов в подарок. В Гродно проходит рекламная игра от Министерства по налогам и сборам. Таким Фрэнка Синатру еще не видел никто. Портреты известного американского певца и актера гродненская художница сделала в уникальной технике из корма для животных. Когда чудеса на Рождество случаются? В Гродно проходит акция по сбору подарков для ребят из опекунских семей и детей-сирот. Старая сказка о добрых делах. В Гродненском областном драматическом театре начали с новогодние утренники. В Гродно через год прекращается строительство южного направления нашего города. Застройка переместится в его северную часть. Об этом сообщил заместитель председателя облсполкома Владимир Дежком. Он пояснил, данное решение было принято неспроста. По плану в микрорайоне Ольшанка должно проживать около 75 тысяч гродненцев. В последние годы велось интенсивное строительство жилья в этом микрорайоне. И оно будет продолжено в следующем году. А с 2017 года начнет интенсивно застраиваться микрорайон Грандичи. Приоритет этому микрорайону будет отдан на несколько лет. А затем оба микрорайона Ольшанка и Грандичи станут возводиться параллельно. Также вокруг нашего города планируют построить новую кольцевую дорогу, которая разгрузит центр города и свяжет два густонаселенных спальных района. Первый этап формирования большого кольца вокруг города над Неманом уже начался. Сегодня уже прорабатываются вопросы реконструкции железнодорожного моста, который когда-то был от Азота. Железнодорожная ветка шла. Значит, сегодня мы ее убрали. И будем делать реконструкцию железнодорожного моста под автодорожный и продлевать улицу Южную, существующую в Вишневце, с выходом на М6. Это около километра от улицы Южной до моста через Неман, который пока сегодня железнодорожный. И потом от этого моста тоже около километра, там 950-980 метров до М6. Проектная документация для строительства нового микрорайона уже разработана. Планируется, что в спальном районе северной части города поселится около 65 тысяч груднинцев. Сохрани кассовый чек и выиграй приз. Министерство по налогам и сборам Беларуси решило привлечь внимание людей к проблеме защиты прав потребителя с помощью игры. В семи торговых объектах Беларуси до 27 декабря проходят розыгрыши денежных призов. В Гродно попытать удачу можно в торговом центре по улице Дубком. Каждую неделю пять человек выиграют по чуть более миллиону рублей. Суперфиналист получит в четыре раза больше. Юлия Косила узнала, как обычный кассовый чек может обернуться счастливым билетом. Сделать покупку и получить более миллиона рублей в подарок – это не фантазия, а реальная возможность. По всей Беларуси проходит рекламная игра от Министерства по налогам и сборам «Кассовый чек как счастливый билет». Акция распространяется на чеке покупок в семи торговых центрах республики, в том числе и в Гродно. Чтобы принять участие в игре, нужно приобрести товар или услугу на сумму от 180 тысяч рублей в любом из магазинов торгового центра. Зарегистрировать кассовый чек на сайте Министерства по налогам и сборам или по короткому номеру 7115. Розыгрыши проходят каждую неделю. И сегодня очередные пять счастливчиков стали обладателями денежных призов. Акция проводится с 1 по 27 декабря. Розыгрыши призов проводятся каждый вторник в 12 часов. Разыгрывается пять денежных призов по 1 250 000 рублей. И будет разыгран финальный приз в размере 5 миллионов рублей. Розыгрыш состоится 29 декабря. Призовой фонд игры составляет 30 миллионов рублей. Гродницы активно принимают участие в акции. К слову, наш город находится на первом месте в стране по количеству участников. Основная цель игры – приучить покупателей требовать у продавцов кассовые чеки и сохранять их как минимум две недели после приобретения товара или услуги. Как показывает практика, наши покупатели не сохраняют чеки о покупке. Проходят 14 дней, они находят какой-то брак или недовольство приобретенному товару. А уже доказать свои права на возвращение продукции или предоставление лучшего качества – они не могут. Поэтому мы специально проводим эту акцию, чтобы людям показать, насколько это эффективно – приучить наш покупателей сохранять чеки. Принять участие в игре можно до 27 декабря. Розыгрыши проводятся каждый вторник в 12 часов дня. Кассовый чек не только защищает права потребителя, но может стать и счастливым новогодним билетом. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Гродненская художница изготовила портрет Фрэнка Синатры из корма для животных. Юлия Болбат переосмыслила популярный ныне фут-арт, то есть изготовление предметов, искусство из еды. Она придумала свое направление – пэт-арт. От английского слова «пэт» – домашний питомец. Девушка надеется, что необычный портрет великого музыканта, 100 лет со дня рождения которого отмечается в декабре, привлечет внимание общественности к проблеме бездумных животных. Вероника Цыганок познакомилась с необычным видом искусства. Я читала в комментариях, кто-то мне писал, что это размоченный корм, что это очень легко. Нет, на самом деле корм очень твердый, и его просто так не раскрошишь. Мне пришлось брать каждую штучку в плоскогубце, ее как орехи, ее крошить. Это, наверное, самое было трудное во всей работе, потому что мне нужно было достаточно крошек сделать. Это, наверное, я только на это потратила часа полтора. Этот портрет известного американского певца, актера и шоумена Фрэнка Синатры полностью сделан из собачьего корма. Автор первой в Беларуси и в мире картины в стиле пэт-арт – 25-летняя Гродненко Юлия Болбат. В новом виде искусства, когда работы выполняются только из еды для животных, молодая художница попробовала себя впервые. Сейчас у нас очень модное направление в мире – фуд-арт. Это когда работы люди делают из еды. И вот однажды сидела, подумала, почему бы не сделать что-нибудь из кошачьей еды. Пришла в магазин, но кошачья еда мне показалась очень маленькой штучкой, из них неудобно лепить. Вот я остановилась на собачьем корме, и, собственно говоря, так и получилось. Направление в искусстве фуд-арт действительно очень популярно во всем мире. Люди создают картины из кофейных зерен, хлеба, суши, мармелада, овощей, бекона и другой еды. Причем увлекаются этим зачастую не только профессиональные художники, но и обычные домохозяйки. Картины же, созданные из корма для животных, – это большая редкость. Юлию по праву можно назвать родоначальником этого стиля. Для своей первой экспериментальной работы художница выбрала близкую ей тематику. Изобразила одного из любимых музыкантов – Фрэнка Синатру. Музыкант привлекает внимание, как я уже говорила, кому-то, особенно под Новый год его песни, приятно слушать, много новогодних композиций. И, во-первых, это известный человек, он привлечет к себе сам по себе внимание. Так совпало, что еще круглая дата, у него юбилей. Вот эти все события навели на такую мысль. Юлия рисует с 12 лет. Окончила художественную школу и колледж искусств. Любимый стиль рисования – живопись мастихинам, специальной лопаткой из стали. Самые частые образы на полотнах – русалки и балерины. По словам молодой художницы, картина в стиле пет-арт – новый опыт. К тому же Юлия преследует благую цель – привлечь внимание к животным, находящимся в пункте временного содержания в Гродненском сахе. Сюда же художница планирует отдать деньги, вырученные от продажи картины. У самой Юлии есть домашняя любимица – кошка Эллиф. На время чрезмерного интереса друзей, знакомых и средств массовой информации к картине, пугливое животное отвезли к родственникам. К бездомным же, четвероногим, художница относится очень трепетно. Каждый вечер, возвращаясь домой, подкармливают двух котов во дворе. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Чуть больше двух недель осталось до Нового года. И с каждым днем наш город все больше погружается в праздничную атмосферу. Так, например, во многих крупных магазинах Гродно стартовала ставшая уже традиционной благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Инициированная Гродненским городским комитетом БРСМ, она помогает детям-сиротам осуществить маленькую мечту – получить подарок на самый волшебный праздник. С 14 по 18 декабря в торговом доме по улице Советской и крупных магазинах по проспектам Космонавтов и Янки Купалы волонтеры будут собирать канцелярские товары, спортивный инвентарь, игрушки, средства личной гигиены, из которых потом сформируются праздничные наборы. Эта акция с каждым годом набирает все большую популярность, обороты. Люди, так как уже знают о ней, принимают все большее участие. В основном все подарки, которые мы собираем на эту акцию, у нас направлены детям-сиротам. Но в этом году мы решили сделать небольшое новшество и также хотим большую часть подарков вручить детям, которые воспитываются в опекунских семьях. Потому что чаще всего именно эти детки, они у нас и не попадают в категорию, которым оказывается помощь. Вместе с волонтерами в этом году акцию проводят новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Они развлекают детей, загадывают им загадки, играют и угощают конфетами. В это время у взрослых есть возможность пройтись по магазину, выбрать подарок и положить в общую корзину добра. Наша акция называется «Чудеса на Рождество». Мы приглашаем вас принять участие в нашей акции. Если вы нас увидите в торговом центре «Неман» на втором этаже, приходите, пожалуйста, примите участие, не оставайтесь равнодушными. Добро всегда побеждает зло, особенно под Новый год. В этом уверен и Александр Глотов, режиссер спектакля «Мороз Иванович». С сегодняшнего дня Гродненский областной драматический театр открывает сезон новогодних представлений. Спектакль «Мороз Иванович» можно назвать премьерой, ведь последний раз его ставили около 10 лет назад. Не обойдется представление без утренника у нарядной елки и традиционных новогодних персонажей. Но обо всем подробнее в сюжете Аллы Внучко. Дед Мороз уже приехал в областной центр и собирается остаться в Гродно до 11 января включительно. Сегодня в областном драматическом театре состоялась первая в этом году встреча Мороза Ивановича с ребятней. Вокруг елки красавицы собрались в основном дети, но за сказочным представлением с удовольствием наблюдали и взрослые. Пес Шарик и Петух из соседней сказки веселили детей, выполняли вместе с ними все задания, заставляли малышей смеяться, петь и танцевать. Мы начинаем такую эстафету новогоднюю, новогодних праздников, утренников для детей. Складывается еще новогодний праздник. Конечно, в гардеробе мы встречаем наших деток, у нас работают аниматоры со стороны, у нас работает продажа новогодней тематики, у нас работают наши артисты-аниматоры. На втором этаже у нас представлена фотозона. Конечно, самое главное – это представление у елки. Снеговик, которого забыли пригласить на новогоднюю елку, поначалу сильно обиделся на ребят. Улыблял я от друзей, что здесь елку налетили, всех на праздник пригласили, а меня-то вы забыли, я сердит на вас, да-да, раздвигайтесь в ногу, да! Но собравшиеся вокруг новогодней красавицы-малыши были очень рады его появлению и еще долго играли и пели со снеговиком и другими сказочными героями. Мороз Иванович, как и полагается, зажег огни на елке, выслушал все стихи и песни, подарил детворе подарки, после чего пригласил всех ребят пройти в зал и побывать в гостях у сказки. Новогоднее представление Мороз Иванович поставил режиссер Александр Глотов. Десять лет назад данный спектакль уже шел на сцене драматического театра. Правда, сейчас гродницы увидят совсем иную интерпретацию пьесы. У нас замечательное сценическое оформление. Сказка совершенно приобрела в этом плане новую одежду. Она стала, как говорит Мороз Иванович, она стала богатой, она стала красивой, нарядной. От этого, конечно, иначе стали играть и жить в ней актеры. Новые костюмы, новые декорации. Мороз Иванович – это сказка о том, как добро победило зло. Рассказ о трудолюбивой Настеньке и ее верных друзьях, о кознях злой мачехи и принце на белом коне будет интересно посмотреть в любом возрасте. Напомню, Дед Мороз ждет встречи с гродницами в областном драматическом театре до 11 января. Алла Нучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. В рамках республиканских акций «Наши дети» и «Безопасный Новый год» гродинские спасатели пригласили ребят из детских домов, школ, интернатов и специализированных учреждений областного центра и гродинского района украсить новогоднюю красавицу-елку и встретить Деда Мороза вместе. Праздник состоится в четверг в 16.30 у старейшего пожарного депо по улице Замковой и музея истории пожарной службы города Гродно. Около 200 юных гостей праздника украсят семь безопасных елок игрушками, которые изготовят собственными руками. Кульминацией праздника станет превращение 33-метровой пожарной башни в чудо-елку, усыпанную тысячами разноцветных огней. Информация от наших партнеров. Гродненский городской исполнительный комитет открывает поместье Гродненского Деда Мороза на берегу юбилейного озера в детском лагере «Зорька». Утреннику прекрасной новогодней ели с выездной торговлей и катанием на санях и в речках. Сказочные персонажи приятно удивят вас и ваших детей. Заявки на проведение мероприятий принимаются по телефону 8029-86-87-501. И в завершение выпуска о новостях спорта. В Минске прошел первый тур 26-го чемпионата Беларуси по хоккею на траве в закрытых помещениях среди женских команд. В турнире приняли участие 6 команд. Гродненский ритм одержал 4 уверенные победы. Напомним, что в этом году начало сезона по индерхоккею ознаменовалось двумя победами ритма в международных турнирах в Праге и Электростали, где в финальных встречах с минчанами хоккеистки из Гродна оказались сильнее. Второй тур чемпионата Беларуси по хоккею на траве в закрытых помещениях среди женских команд будет проходить также в Минске с 22 по 24 декабря. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. Оставайтесь с нами и приятного вечера.